Хан Соло Звёздные войны истории не какой-нибудь там глупенький блокбастер диснеевский, который пытается вытянуть из франшизы Звёздных войн последней капли. Это дань уважения фанатам. В центре история космического пирата, который поднимается с жестоких улиц планеты Карелия до знаменитого побега с Кесселя. Фильм подарил герою новую жизнь, а Олден Эренрайк стал молодым наследием Харрисона Форда. История заполняет пробелы прошлого Хана Соло, даже то, как появилась его фамилия, и дополняет новыми интересными отсылками к другим фильмам. Даже самые заядлые фанаты не могли заметить их все. Поехали! Знакомые фразы Настоящий фильм про Хана Соло не мог обойтись без знаменитых коронных фраз. Самой простой отсылкой был бы намёк на старые диалоги, например, когда член команды Тобиаса Беккета называет Хана каноничным словом Литун. Или когда он называет Чубакку Моуфососом впервые за историю их отношений. Однако в остальных случаях фильм предпочитает отразить смысл знакомых фраз. Вместо классической фразы «У меня плохое предчувствие» на этот счёт, которое звучит в каждом фильме Звёздных Войн, молодой Хан более позитивен в фильме и говорит, что у него хорошее предчувствие. После того, как Лэнда Калрисиан понял, что с него довольна всей этой темы с Коаксиумом, из-за которой так сильно пострадал Сокол Тысячелетия, он сказал Хану, что ненавидит его, на что Хан ответил «Я знаю». Это отсылка на разговор, который у них был позже с Леей Арканы, и это говорит о том, какое влияние Хан оказывал на людей с самого начала. Слишком крутая охрана События Хана Соло происходят до событий Изгоя 1, и фильм в открытую нам говорит название планеты Скариф среди других планет. Это название брошено вскользь, но тем не менее. Конечно, за весь фильм разбросано очень много намёков на разные планеты, названия которых услышат лишь фанаты, но упоминание Скарифа говорит нам о том, что она ещё не тронута во время событий Хана Соло, и это ещё раз говорит нам о том, какими бесстрашными были действия героев Изгоя 1. Про эту планету говорит Кира, потому что она может стать источником коаксиума. Это происходит после того, как команда провалила миссию с поездом на Вандорре 1. Вариант про Скариф быстро отпал, потому что там слишком крутая охрана и вместо этого группа решает отправиться на кессель за необработанным топливом. Другими словами, Джин Эрсо и её маленькая группа повстанцев были ещё более отважными, чем казалось. Семена сопротивления Первый спин-офф Звёздных войн Изгой 1 изначально планировался как дань уважения тем неизвестным героям, которые неоценимо помогли повстанцам уничтожить главное оружие Империи, передав планы Звезды Смерти в руки Леи. Соло, с другой стороны, сконцентрирован скорее на истории становления одного из самых любимых нам повстанцев, и говорит нам о том, что он вёл себя альтруистично ещё до спасения Скайуокера от эскадрильи истребителей Дарта Вейдера. Придать Драйдена Восса и доставить ценный топливный ресурс банде Энфисенеста было для Хана целым эпиком. До этого он был готов сотрудничать с теми, кто набьёт его карманы, но теперь в нём взыграла совесть. Энфисенест говорит Хану, что Коаксиум даст шанс повстанцам. Другими словами, задолго до того, как Хан встретил Оби-Вана и Люка, он уже успел поработать на повстанческий альянс. Дайте Чуи выиграть Некоторые отсылки были намного менее очевидны. Например, когда Лэнда Калрисиан записывает свои голографические хроники, он упоминает расу инопланетян под названием Шару. Это важная отсылка на рассказ Лэнда Калрисиан и арфа души народа Шару, который не является каноничным, но рассказывает про приключения Лэндов до военное время, которые вместе с дроном охотятся за сокровищами. И книга, и её продолжение так и не получили воплощения на экране, но сейчас наконец-то нам на неё хотя бы намекнули. Также Хан Соло отдаёт честь художникам Филу Типпету и Джону Бергу персонажами голографических шахмат Бульбуоса и Скримпа, которых нет на досках в новой надежде и пробуждении силы. Их оставили себе художники в качестве сувениров работы с франшизой. В Хане Соло на Соколе Тысячелетия Чубакка учится играть в эту игру в матче против Беккета и пытается стереть все фигурки с доски в минуты необузнанного гнева. Он повреждает доску и две фигурки стираются с неё навсегда, не появляясь в других фильмах. Кто выстрелил первым? Ни одна история Звёздных войн не обсуждалась так рьяно, как та, выстрелил ли Соло первым в их схватке против Гридо. Фильм не отвечает на этот конкретный вопрос, однако отдаёт дань уважения этому спору аналогичной истории в более простых обстоятельствах. В одной из финальных сцен он сходится с Беккетом на пляже после того, как псевдонаставник его предал и разногласия их мирным путём не решить. Он пускает в ход бластер, который ему дал Беккет, и решает действовать первым. Он быстро достаёт оружие и стреляет в грудь Беккету прежде, чем тот успевает руку опустить за пушкой. Справочник по негодяям и злодеям Юным ханом рулят два основных мотива – спасти свою подружку Киру и стать пилотом, подыскав себе корабль. Когда мы видим его в новой надежде, он уже стал сбившимся с пути наёмником Джаба Хата. Он одержим жадностью, и его преследует охотник за головами. Фильм предсказывает такое будущее даже после того, как его изобразили добрым парнем, который помог повстанцам Энфиса Неста. Нам показали его следующий шаг. Беккет упоминает про слух, что крупный гангстер набирает команду на Татуине, и Хан решает последовать этой наводке. Под крупным гангстером можно понимать только Джаба Хата. Именно к нему Хан и направляется. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал и посмотрите ещё видео, которые, мы уверены, вам понравятся!